Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас с вами Мукбанг. Очень-очень аппетитный. Я обожаю грибы в сливочном соусе с курицей и сыром. Я добавила очень много сыра и должно всё тянуться. Ну, конечно же, не тянется. Но мама, когда готовит, у неё так классно тянется. А у меня не тянется. Не знаю, с чем это связано. А здесь у нас кофе, йогурт, грейпфрут уже почищенный. Я его обожаю кушать вместе с едой, обычный, как салатик. Авокадо. И всем приятного аппетита, кто кушает. Обожаю грибы. Мне однажды даже была такая идея. Вот эти грибы шампиньоны стоят очень дорого. Я посмотрела в ютубе туториал, как их выращивают. И там нужен специальный грудь. В общем, не сложно. И мы с мамой даже попробовали. У нас уже начало получаться горячее. Вот я не люблю кушать горячее. Я смотрю снежану, и они прям кушают. У них прям пар. Я не могу. Я люблю, когда еда либо холодная, либо чуть-чуть тёплая. В этом случае я решила сразу сесть кушать, чтобы сыр тянулся. А он и так, и так не тянется. В общем, у меня была такая идея бизнеса. Начать выращивать. грибы. И потом их продавать. Так как в магазине, я не знаю, как у вас, ребят. Пишите, у нас в магазине грибы стоят очень-очень дорого. Схема очень простая. Они просто должны быть в таком месте, где нет света. Где есть влажность. Это всё организовать несложно. В общем, наверное, если бы у меня не было YouTube-канала, я бы чем-то таким бы занималась. Идей, на самом деле, очень много. Как можно зарабатывать деньги. Я вот эти идеи всегда оставляю для себя. Типа, когда у меня не будет просмотров, когда я перестану быть блогером, вот тогда я этим займусь. Сейчас, наверное, вы спросите, а почему нельзя совмещать? Если вы будете совмещать ни в той, ни в другой отрасли, успешным вы не станете. Но, по крайней мере, я за себя точно. Все силы, все эмоции мне проще выделять в одну сферу. Я знаю, что сейчас будет хейт, но вам хочу кое-что рассказать. Я посмотрела на свою коллекцию косметики. Я поняла, что у меня очень много средств, которыми я не пользуюсь. Большинство это средства, которые я когда-либо заказывала. они мне не подошли и просто так лежат. На моем канале сегодня вышел влог. Там я подробно это все показываю. Если вы не видели, обязательно переходите и смотрите. Я решила продать все то, чем я не пользуюсь. На том канале все нормально это восприняли. Все начнут писать фу, поддержанная косметика и так далее. У меня просто к таким людям один вопрос. Вам не нравится? Не покупайте. Никто не заставляет вас покупать. Это раз. Во-вторых, всем мы ходим к визажистам. И что? Румяна открываются новые только для вас. Или, например, пудра, которую красили, например, до вас еще 50 человек. А может и еще больше. Скульптор, тени. Это все используется на всех. Но я реально не понимаю, что здесь такого. В общем, я собрала косметику, поставила на нее ценник. Солица с монаст. Я, честно, очень сомневалась, смогу ли я купить, купить, смогу ли я продать. Вы, честно, не знаю, поверите вы мне или нет. Я продала в течение 4 минут. Видео вышло, сразу мне в инстаграм написали, сразу сказали, кидайте карту. И все. Вчера я девушке передала, она сама приехала, забрала. И мне сейчас все пишут, что давай еще один бокс. У меня мама ругается, мама говорит, ты все дорого покупаешь, а потом задешево отдаешь. Что это за такой бизнес? Зачем тебе это надо? Для меня это своего рода перезагрузка. И сейчас наверняка начнутся вопросы, почему нельзя просто подарить. Я продала так же свою золотую цепочку. Я продала Алису, которую мне подарили на день рождения, я ее не пользовалась. И она у меня абсолютно новая, запечатанная. И я ее продала намного дешевле, чем в магазине новая. Хотя она тоже новая. Даже не открытая, она с пленкой была. Я выложила в инстаграм, просто думала, продастся, не продастся. Не знаю. Но буквально в течение 5 минут у меня просто все продалось. И во мне проснулся такой бизнесмен. У меня такое желание все начать продавать. Мама говорит, ты больная, ты сейчас это все продашь, а потом задорого купишь. там сумки по 5 монат. У меня была сумка оригинальная PR Cardin, которую я заказала, мне она не нравится. Она большая. Но очень хорошего качества. Короче, тоже за копейки отдала. Я сижу такая довольная. Так вот, некоторые, наверное, здесь будут писать, почему бы не отдать просто так. Зачем подписчикам что-то продавать. я вам так скажу. Просто так я тоже очень много чего отдаю, дарю, и мне абсолютно не жалко. Например, друг детства приходил к нам в гости вместе со своей женой. Не совру, наверное, где-то 20 продуктов абсолютно новых я ей подарила. И еще сумочку. Однажды у меня в детстве был такой случай к моей бабушке. Она уже умерла от царствия небесная. Мой дядя подарил очень классный халат. Такой, знаете, на распашку вот такой. Да, полувелюровый. Безумно красивый и очень дорогой. Я бабушке говорю супер халат. Носи. Бабушка говорит, я пожелаю уже женщинам это цвета для молодой. Мне уже вот сколько лет. в общем она не стала носить. А халат действительно был дорогой. Залеживался. Я не помню, кто-то предложил его продать. Его бы просто с руками и ногами оторвали. Настолько классный халатик был. Бабушка сказала, что у нас есть соседка. Бабушка говорит, давайте лучше ей подарим. Мы подарили. Подарили, прошло немножко времени и бабушка сама пошла к ним в кости. Вы знаете, что она увидела? Я, по-моему, эту историю вам рассказывала. И она увидела, что из ее халата сделали две подушки для дивана. Вот и диван и вот на ней бывают две подушки. В общем, эти две подушки сделаны из этого халата. И она переспросила. Была в шоке. Она говорит, эти подушки из этого халата. И она сказала, да. Я люблю где-то по коленам, поэтому мы решили сделать подушки. И бабушка очень расстроенная вернулась домой и говорит, А из нашего халата сделали подушки. Я как начала угорать. То есть мы спокойно сами могли сделать подушки. Просто нам было жалко. Такой хороший халат. Ну, понятное дело, мы его подарили и как бы не имеем права ничего говорить. Но у девочки реально халат был очень дорогой. Поэтому я поняла, что люди порой, когда ты просто так что-то отдаешь, реально это не ценят. Воспринимают это так, что наверное, им никому не понравилось. И они отдали нам. Вот такое. И то же самое, вот когда я собирала бокс, там вот эти вот сердечки от Makeup Revolution, я их заказывала 6 штук. Три из которых я подарила подружкам просто так. Двумя пользуюсь сама. И один у меня лишний. Я решила его тоже добавить в бокс. Или, например, от Мислин. У меня есть три похожие помады, которые я покупала сетом где-то месяца два назад. Они очень похожи оттенком. Я думаю, зачем мне три? Двумя максимум я буду пользоваться. Один я положу в бокс. И вот таким образом я собрала бокс. Я почему ожидаю хейт? Потому что я наткнулась на видео в тиктоке одной девушки, которая рассказывает про то, что она развелась. У нее сейчас в жизни сложный период. И она хочет чем-то заняться. А в частности, бьюти-видео снимать, но у нее нет косметики. Нет возможности купить себе дорогую косметику. И она на Авито купила себе бокс с косметикой. И человек прям говорит, что ну нет у меня возможности купить новую. И все в комментариях фу. Начинают ее как-либо осуждать. А за что, простите? За то, что у человека нет возможности. В моем случае мои подписчики, я думаю люди, которые покупают это все, это просто жуткие шипоголики, такие же, как и я. Откуда я знаю, что мои зрители шипоголики? Когда я оставляю ссылку на тренд Йол, знали бы вы, сколько человек переходит и покупает эти товары. То есть у меня как-то, знаете, аудитория это чисто люди, которые очень любят шопиться. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.